Есть достоверные факты, документы, в том числе внутренние, американские, подтверждающие существование данных лабораторий. Более того, Министерство иностранных дел КНР заявляет о том, что американцы в своих целях используют 336 военно-биологических лабораторий в 30 странах мира, из которых 26 расположены на территории Украины. Понимаете, да? То есть, грубо говоря, примерно 10% американских военно-биологических лабораторий – это территория Украины. Естественно, у нас у всех возникает резонный вопрос, а чем же Соединённые Штаты Америки там занимаются? Особенно с учетом того, что направлениями интереса являются в том числе вирусы, которые переносятся с помощью кры, птиц, насекомых, грызунов и так далее. То есть, могут перемещаться. И, соответственно, Украина – это приграничная с Белоруссией государство, и с Россией тоже. Не может не вызывать определённую беспокоенность наличие в соседней стране 26 военно-биологических лабораторий, военно-биологических лабораторий, подчёркиваю, Соединённых Штатов Америки. Конечно, нас это очень сильно тревожит. Мы не можем прямо обвинять Соединённые Штаты Америки, у нас пока нет доказательств. Но тот вопрос, который вынесла Россия на заседание Совета Безопасности ООН о деятельности военно-биологических лабораторий США, теоризонные вопросы, которые поднимает Китай, в том числе о природе происхождения коронавирусной инфекции. У Китая есть определённые косвенные факты, которые указывают на то, что Соединённые Штаты Америки могут быть причастны к появлению этой страшной чумы 21 века, которую почему-то сейчас принято забывать. Возвращаясь к той же Нэнси Пеллости, она же недавно сказала. Мы спросили, что в США с коронавирусом? Ситуация как была сложной, так и остаётся.